О каком завуалированном ударе Си Цзиньпиня по западу пишут зарубежные СМИ? И что на этом фоне происходит с российско-китайской торговлей? Почему Газпром распродает свою московскую недвижимость? И что за история с передачей в доход государства макаронного гиганта МАКФА? Ну а также, кого в России планируют освободить от налога на доходы? И какое средство против мошенников скоро может появиться в каждом банке страны? Друзья, приветствую! С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Вы смотрите InvestFuture. Это канал о финансовой грамотности. У нас каждый день выходят новые видео, поэтому если вы еще вдруг на нас не подписаны, то скорее подписывайтесь, чтобы научиться разумно управлять своими деньгами и больше зарабатывать. Ну что, поехали, перейдем к новостям. Друзья, этот выпуск я записываю еще 9 мая и, конечно, хочу поздравить вас с великим сегодняшним праздником, с Днем Победы. Эта дата касается практически каждой семьи в нашей стране, в бывших советских республиках. Я очень надеюсь, что вы этот праздник провели со своими близкими, родными. А вообще в этом году, вот как пишут синоптики, 9 мая стало самым холодным аж с 45 года. Ну и, кстати, вот о том, к каким экономическим последствиям это внезапное майское похолодание может привести, я накануне рассказывала. О том, что это значит для инвесторов, там, кстати, тоже есть. Выпуск получился очень интересный, посмотрите обязательно. Ну а теперь, собственно, к темам сегодняшним. И я, друзья, хотела бы начать с событий международных. В последние месяцы было очень много разговоров о том, что Китай под давлением США ограничивает торговлю с Россией. И что мы теряем одного из ключевых своих экономических партнеров. Ну а поставки важнейших для экономики товаров скоро могут и вовсе прекратиться. Мы тоже, да, вот цитировали такие прогнозы. И, конечно, это такая не самая приятная перспектива для российского бизнеса. Но тут вот китайская таможня поделилась свежими данными по товарообороту с Россией за первые 4 месяца этого года. И, как оказалось, он вообще ни разу не упал. И более того, в годовом выражении он вырос почти на 5%. Но, правда, в основном за счет российского экспорта в Китай. Импорт товаров из Поднебесной все-таки слегка снизился, ну, меньше, чем на 2%. И в целом это понятно. Китай довольно демонстративно стал более тщательно проверять все поставки в Россию. Ну а то США очень ревностно приглядывают, чтобы наши партнеры не продавали нам товары двойного назначения. Но динамика сейчас исправляется. Вот в апреле, например, объемы импорта китайской продукции в Россию были на 10% больше, чем в марте. Ну, в общем, дела в этом плане как будто бы налаживаются. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Но это, безусловно, такой довольно важный вектор для российской экономики. Да, важно, как он, собственно, развернется. Ну и занятно, что эта новость появилась еще и на фоне заголовков западных СМИ о том, что Си Цзиньпень как бы нанес завуалированный удар по западным странам. Это вот как раз тема, которая у нас сегодня на обложке. Ну, на самом деле, каких-то экономических шагов с этим не связано. Просто во время своего европейского турне, будучи в Париже, глава КНР сделал довольно резкое заявление. Он буквально возмутился претензиями Запада к Китаю из-за связей с Россией на фоне украинского кризиса. И Макрон после этого поспешил заверить, что Европа уважает многолетние связи Пекина с Москвой. Ну и к тому же после Франции Си Цзиньпень отправился в Сербию и Венгрию. И, как считает Нью-Йорк Таймс, такой маршрут довольно красноречиво говорит о том, с кем именно из европейских игроков Пекин готов выстраивать отношения. Ведь на фоне общего раскола между Европой и Китаем, именно вот эти страны, Венгрия и Сербия, показывают свое желание с Поднебесной активно сотрудничать. Ну, в общем, это турне в Европу с точки зрения зарубежных журналистов стало своего рода таким уколом в сторону других стран Запада, такой немножко деклараций. И это, конечно, теоретически может быть на руку России и российскому рынку. Плюс уже ведутся разговоры о скором визите в Китай Владимира Путина, что тоже, скорее всего, принесет некоторый позитив в торговые отношения между странами. Хотя, как и всегда, и в этой теме тоже без ложки дегтя мы не обойдемся. Как пишут белорусские СМИ, Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, причем довольно существенно, на 500-800 долларов. И связано это с тем, что у Китая сократилось количество свободных контейнеров, ну а на границах возникли большие пробки. Уж не знаю, как повышение пошлин эту проблему решит, но она есть. Друзья, что вы думаете по поводу отношений между Китаем, Россией и Европой? Правые западные СМИ в том, что Си Цзиньпинь своим турне хочет расставить все точки над И. И как случилось, что угроза вторичных санкций не помешала нашему товарообороту вырасти? Пишите в комментариях, что думаете. Финансовые рынки дают нам много возможностей, это прекрасно, но не стоит забывать, что инвестиции – это риск, и всегда нужно действовать с холодной головой, чтобы деньги не потерять. Особенно при маржинальной торговле. Но, знаете ли, друзья, не обязательно использовать кредитные инструменты и совершать сделки с высоким риском. Можно заглянуть в «Ивплюс» за идеями от профессиональных аналитиков. Ну вот, например, в январе этого года инвест-идея по компании SFI от наших аналитиков принесла подписчикам «Ивплюс» более 62% всего за один месяц. Те, кто вложили в эту акцию 100 тысяч рублей, на выходе смогли забрать больше 162. Согласитесь, звучит гораздо круче банковского вклада. Ну а с начала этого года уже 12 инвест-идей на платформе не только достигли, но и превысили таргет, который по ним установили аналитики. Конечно, эти доходности вы уже упустили, но на платформе вы найдете более 30 других инвест-идей, на которых можно хорошо заработать, если рынок пойдет в желанном направлении. Ну а вместе с ними 10 портфелей под разные цели, плюс эфиры с аналитиками с возможностью задавать свои вопросы, обзоры на компании и образовательные курсы. Ну, в общем, все, что помогает систематизировать подход к инвестициям, не действовать на эмоциях и формировать пассивный доход с минимальными рисками. При этом отмечу, что информацию в подписке формируют независимые аналитики, которые не заинтересованы в продвижении той или иной компании. То есть вы получаете честный и непредвзятый анализ и всего за 2100 рублей в месяц. Это 70 рублей в день. Цена одного проезда на метро в Санкт-Петербурге. К тому же, друзья, в описании вас ждет скидка в 45% на годовой тариф. Ну, в общем, дерзайте. Ссылочка в описании. Друзья, ну а теперь, собственно, давайте перейдем к новостям рынка. На Мосбирже 9 мая, выходной день, торги не ведутся. Но несколько интересных новостей о публичных компаниях все-таки у нас есть. Так, ну, во-первых, ТКС Холдинг, я напомню, головная компания Тинькофф Банка, все-таки проведет доп. эмиссию акций. Акционеры приняли это решение для дальнейшей сделки с Росбанком по его поглощению. И, как мы с вами понимаем, ТКС планирует дополнительно разместить аж 130 миллионов акций. Продавать их будут по закрытой подписке почти по 3,5 тысячи рублей за штуку. Полученные деньги пойдут на покупку Росбанка, о которой на рынке говорят уже с середины марта. Интересно, что акции ТКС накануне у нас отреагировали на новость ростом, хотя к концу дня все равно перешли к снижению. Ну, а вот котировки Росбанка на этих новостях уверенно идут наверх. Вообще ожидается, что после слияния оба банка оставят все свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы. Ну и, собственно, зачем менять, если они и сейчас фактически имеют одного владельца. Компании входят в группу Интер Рос, я напомню, которая принадлежит Владимиру Потанину. Еще одна новость связана у нас с Газпромом. Голубой гигант объявил о продаже своей недвижимости в Москве. Некоторые СМИ связали это с рекордными убытками и сокращением газовых доходов в 2023 году. Но в самой группе компаний заявили, что просто завершили переезд из столицы в Санкт-Петербург, который, кстати, начался еще в 2021 году, когда Газпром сменил место регистрации. Так что официально это никак не связано со слабым отчетом за прошлый год. Хотя среди недвижимости в Москве, которая выставлена на продажу, значится и санаторно-курортный комплекс в деревне Рогозино. Тут не берусь ничего утверждать, но как будто бы это актив, с которого компания могла бы продолжать зарабатывать. Но продать решили и его тоже. Ну, в общем, такая интересная история получается. Ну и, пожалуй, последняя в этом списке, но не по значимости новость, которая может быть интересна. Когда Челябинский суд передал активы производителя макарон Макфа и аффилированных с ним компаний в доход государства. Ну и таким образом он удовлетворил иск генпрокуратуры. Я думаю, вы помните громкую новость, когда суд арестовал активы двух бывших чиновников и их семей на общую сумму в 100 триллионов рублей. Речь как раз-таки шла о Макфе и связанных с ней компаниях. Правда, эту сумасшедшую цифру затем опровергли и назвали, цитата, творчеством судебного пристава. Но дело действительно получилось, конечно, довольно резонансным. Ну, в итоге арестованные активы все-таки передали в доход государства. Представители макаронного гиганта уже заявили, что решение суда обжалуют. Ну, а адвокат, представляющий производителя, вообще заявил, что в компании считают это изъятие незаконным. Ну, мол, суд всего за полтора месяца рассмотрел сложнейший спор, который охватывает всю деятельность Макфы еще с 90-х годов. Ну, в общем, вполне возможно, что точка в этом деле все еще не поставлена, но, безусловно, оно такое, конечно, очень яркое. Ну, и при этом также, наверное, стоит отметить, что вот недавно Владимир Путин заявил, что у страны нет никакого курса на деприватизацию бизнеса, о котором пишут некоторые западные СМИ. Ну, а если прокуроры что-то такое делают, то, значит, эти активы были приобретены как-то незаконно и используются во вред государству. Ну, а еще призвал не допустить давление на бизнес внутри страны. Ну, в общем, посмотрим, как будет развиваться эта история с Макфой и чем закончится рассмотрение апелляции. Теперь, друзья, давайте поговорим о новостях, которые касаются практически каждого кошелька в нашей стране. Ну, во-первых, инфляция снова разогналась. Вот недавно ЦБ говорил, что в конце апреля и первых числах мая она замедлилась, но уже с 3 мая рост цен на товары в России ускорился. В годовом выражении не то чтобы сильно, с 7,7 всего на 0,1%. Но вот сама тенденция нам говорит об одном. Полностью обуздать инфляцию пока не удается. Сдерживать – да, а вот заставить ее перейти к стабильному снижению – пока никак. Ведь и жестить ЦБ тоже не хочется, и повышать без того высокую ключевую ставку. Но если так пойдет и дальше, кто знает, какое решение регулятор вынесет на ближайших своих заседаниях. Причем россияне и так стали чуть больше платить за самые разные товары и услуги. Ну, вот, например, за ЖКУ. Так, Почта Банк тут отмечает, что наши траты на коммуналку в этом году выросли в среднем на 4%. Ну, а Банк Русский Стандарт приводит цифры уже в денежном выражении. Ну, мол, траты россиян на ЖКУ выросли на 100 с небольшим рублей. С одной стороны, как будто не так уж и много. Но представьте ситуацию, если семья, например, малоимущая. Да, даже такое увеличение – это, ну, может быть таким, как бы, ощутимым для кошелька явлением. Тем более, что в июле, как недавно я рассказывала, тарифы ЖКХ и так должны вырасти. Это, конечно, плановое повышение. И в среднем они вырастут где-то процентов на 10, но все-таки. Хотя, вот если говорить о россиянах с низкими доходами, то для них есть и более позитивная новость. Издание «Коммерсант» пишет, что власти сейчас обсуждают с профсоюзами возможное освобождение таких граждан от уплаты НДФЛ. Ну, по крайней мере, так отмечает газета, такой пункт есть в генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством. На период до 2026 года. И, как отмечается, этот пункт означает, что в ближайшие три года стороны, которые подписали документ, планируют освободить малоимущих от НДФЛ. В рамках вот той самой налоговой политики по устранению социального неравенства, о которой в последнее время так много разговоров. Ну, в общем, посмотрим, что из этого в конечном итоге выйдет. Но, справедливости ради, за последний год вот подобные предложения звучат уже не в первый раз. Я надеюсь, что закрепление его в таком документе будет означать какой-то прогресс в этом вопросе. Друзья, ну а сейчас, минуточку внимания. Как вы знаете, у нас есть целая сетка телеграм-каналов. Я постоянно о каком-нибудь из них вам рассказываю. Но мы понимаем, что нас смотрит очень разная аудитория. И поэтому я хотела бы коротко рассказать про все наши ветки. Вот смотрите, сегодня в нашем семействе 7 полезных каналов. И не нужно при этом подписываться на каждый. Слишком много информации это тоже не очень хорошо. Лучше выбирайте то, что по душе именно вам. Хотите ограничить количество источников информации, знать только про самое важное. Тогда вам точно подойдет наш основной канал. Если вас интересуют успешные инвестиции в акции и облигации, то и в Stocks, и в Bonds созданы специально для вас. Ну а если вы поклонник крипты, то я уверена, что на канале и в крипто вы будете чувствовать себя как дома. Ну в общем, прямо вот все каналы сейчас я не буду перечислять, чтобы ваше время не отнимать. Но я думаю, что вы поняли, что у нас как бы под каждую потребность в сфере финансов есть свой отдельный проект. Я думаю, что вы знаете, что бренд InvestFuture всегда старается поддерживаться высоких стандартов качества. В чем-то мы, наверное, даже их и задаем. И наши телеграм-каналы этим стандартам полностью соответствуют. В описании к видео я оставила ссылочку на папку со всеми каналами, чтобы вы могли подобрать то, что подходит именно вам. Если проще перейти по QR-коду, то он уже у вас на экране. Доверяйте свое инфополе только профессионалам. Ну а мы с вами продолжаем. В конце выпуска я хотела бы немного поговорить о наболевшем, о мошенниках и о способах защиты от них. Я не так давно уже рассказывала про механизм второй руки. Это когда клиент банка оформляет доверенность на третье лицо, у которого будет право отклонять или подтверждать некоторые операции. Как правило, это какой-то близкий родственник, ну или просто на худой конец друг. И работает это так. Если у вас есть такое доверенное лицо, то ему будут приходить уведомления, когда вы захотите взять кредит или сделать крупный перевод. Если вдруг вам, не дай бог, придется когда-нибудь столкнуться с мошенниками, то вот этот механизм может как раз-таки спасти ваши деньги и должен их спасти. Особенно если речь идет об уязвимых категориях граждан. Подтвердить или отклонить операцию человек, вот собственно назначенный такой вот второй рукой, должен будет в течение 12 часов. Если он никак не отреагировал, то такая операция просто автоматически будет у вас отменена. И собственно вот в чем тут суть новости. Власти хотят обязать банки ввести у себя такие услуги. То есть клиентов заставлять подключать этот механизм никто не будет. Но такую возможность обяжут предоставлять каждый банк в стране, если, конечно, поправки в закон примут. Как отмечают известия, депутаты могут сделать это уже в весеннюю сессию. Ну и, кстати, довольно примечательно, что в нынешний вариант поправок добавили возможность отзыва доверенности. Ну вот на случай, если вдруг вторая рука будет злоупотреблять своими полномочиями. И на этом настояло правительство. Ну и саму процедуру подключения механизма тоже, кстати говоря, слегка облегчили. Вообще ЦБ такую услугу одобряет полностью. Там считают, что это такой отличный способ бороться с мошенничеством. И на фоне того, что число операций, проведенных без ведома клиентов или с их согласия, но полученного каким-то обманным путем, в последнее время вот такое число только растет. И шаги, конечно, нужны конкретные. Так что я такой механизм тоже поддерживаю. Но главное, чтобы он действительно работал аккуратно и люди не жалели по тому, что его подключили. Ну все-таки доверить кому-то одобрение и отклонение своих банковских операций, это дело такое. Достаточно тонкое и деликатное. Но то, что это может защитить многие кошельки от посягательства извне, это точно. Друзья, ну и напоследок я напомню, что уже в следующий понедельник у меня в моем личном телеграм-канале Кира Юхтенко выйдет третий выпуск рубрики «Что в портфеле». Я там каждую неделю покупаю одну акцию и рассказываю, почему я выбрала именно эту бумагу на этой неделе. Это моя мотивация регулярно инвестировать, ну и для вас тоже мотивация. В описании есть ссылочка, вы можете по ней перейти и подписаться на мой телеграм-канал. Он как бы живет такой своей отдельной жизнью. И тут тоже остерегайтесь мошенников, потому что они создают такие же телеграм-каналы под моим именем, пишут, предлагают там какое-то показательное, доказательное, не знаю, какое-то еще там ночное инвестирование. Если вдруг вам пишет Кира Юхтенко, просит перевести деньги ей на карту, то поймите, пожалуйста, что это мошенники. Я никогда как бы деньги там на карту физлица не буду ни от кого принимать. Это мошенники, которые просто притворяются мной. Ну а на мой вот настоящий телеграм-канал вы все-таки подпишитесь, потому что он такой хороший, полезный и уютный. Ссылочка в описании. Друзья, на этом сегодня у меня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Желаю вам хорошего такого праздничного, постпраздничного настроения, теплой погоды. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Если выпуск понравился, лайк. Если нравится наш канал, подписка. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok